Итак, мы поздравляем победителя первого в истории ТВ-баттла, совместно проведенного Покердомом и Беларусь Покер Туром. И первый победитель сидит перед вами, это Сергей с труднопроизносимой фамилией Ким Стач, с ударениями, с которыми мы так и не разобрались. Сергей, поздравляем. Спасибо. Поздравляем, Сергей. Давай по порядку, почему в начале турнира ты всех 3-бетил, 4-бетил, 5-бетил, ставил блефы, а потом на час пропал вообще из трансляции? Ну, как бы начало я хотел, чтобы у меня стэк был хороший, немножко, то есть агрессивно играл, пытался наращивать стэк. Это был план на игру? Да. Я приду, буду поливать, да? Буду наращивать стэк, ну я посмотрел, что соперники в основном тайтовые, то есть особенно агрессивных игроков нету. Ну и пытался использовать агрессивный стиль игры, вот. А потом уже начал немножко прийти их, так как уже люди начали потихонечку вылетать, уже и хорошую карту сбрасывал иногда, ну, хотел высадить немножко побольше, побольше, вот. Ну, так вот и наращивал потихонечку. Понятно. Кто был самым опасным, на твой субъективный взгляд, соперником за столом? Кого бы ты мог похвалить за игру? Самым опасным. Ну, вы знаете, все соперники, как бы, хорошие игроки, нормальные, то есть особенно с кем-то я, там, в игру не встревал, с кем-то не играл. То есть, грубо говоря, примерно можно знак равенства? Обязательно одинаковые, да, игроки, то есть, из одинакового класса. Но всех ты пометил, как нетовок, да? Не, игроки хорошие, ну, просто, да, агрессии немножко не хватает. Хорошо. Нужно немножко агрессивнее. Ну, мы с тобой, мы, вернее, с Русланом, то есть, вначале просто глаза на лбу, пришел человек, который просто, не выключая передач, просто поливал, поливал, поливал. У меня карты хорошие, коннекторы, мы свои, люблю такие карты, то есть, у меня... Ну, и заходило неплохо. Сергей, скажите, пожалуйста, в онлайне тоже придерживались такой стратегии? Ну, в онлайне, да, в онлайне в основном агрессивные игроки играют, то есть, тяжело сейчас онлайн играть, очень сильных игроков очень много, поэтому приходится, чем агрессивнее игрок, наверное, тем больше. Шансов у него победить, то есть, в онлайне там постоянные 3-беты, 4-беты, то есть, агрессоров очень много, и поэтому... Как ты узнал об этом турнире? Вы знаете, чисто случайным образом, то есть, смотрел в интернете, нашел, чисто случайно ткнулся на вашу группу, Беларусьон Покер, там какая-то... Беларусь Покер Тур, да. Решил попробовать Покер Дум, никогда не играл, то есть, на вашем клиенте Покер Дум. Ну, решил попробовать, внести депозит, зарегистрироваться, то есть, попробовать себя в этом турнире, ну, и вообще поиграть. Ну, а депозит уже удалось раскрутить, честно только? Ну, поначалу удалось, потом все, да, все вблифовал, то есть, не удалось. И что, зеро? Пока, да, пока не планирую туда приносить деньги, ну, может быть, в ближайшем будущем. Некрасиво. Нет, ну, у тебя уже в любом случае, там, тысяча пятьдесят долларов есть. Ну, вот, кстати, свой приз вы получите на аккаунт в Покер Доме, сейчас я этим займусь вопросом, и, может быть, попробуйте снова, ну, или можно вывести. С этим проблем не возникнет. Ну, что, еще раз поздравляем. Кстати, я спрашивал у тебя, ты раньше на БПТ не играл? Нет, я не знал, что вот есть такая вот контора у вас здесь. То есть, ты в Минске живешь и не знал про БПТ? Не знаю, да, я вот играю на Покер Хаусе, ну, там дешевые турнирчики, иногда захаживаю. Ну, это наше упущение, конечно. Вот, ну, сюда, сюда нет. Хотя мне вообще, я не представляю, как это Минчанин может не знать про Беларусь Покер Хаусе. Это здорово, значит, есть еще аудитория. Есть резерв. Есть. Все, отпускаем тебя. Да. Фотографирование. Все. Счастливо. Все, спасибо. Ребята, никакой подставы. Человек реально сделал депозит, выиграл фрирол в онлайне, попал на финальный стол, обыграл восьмерых игроков, выиграл 1050 долларов. Все таки есть. В Покере можно не только заливать, но и заработать. Играйте в Покер. Да. Все, всем счастливо. Пока.